Мероприятие подобного масштаба проводится в Донецке впервые. Организаторы решили объединить несколько уже хорошо известных дончанам выставок в единую глобальную экспозицию под общим названием «Промышленная неделя в Донбассе». Четыре специализированные выставки по базовым отраслям промышленности – это «Металлургия-2011», «Недра полезная ископаемая», «Энергоэффективность» и «Донбасс-безопасность-2011». Участие в торжественном открытии промышленной недели приняли руководители области и города «Гости из-за границы». Они говорили о том, что новый формат выставки должен обеспечить еще больше возможностей для общения ее участников. Я думаю, что у этого мероприятия очень хорошее будущее, поскольку Донбасс – это старопромышленный регион, известный, надеюсь, во всем мире, и проблемы, связанные с техническим перевооружением существующих основных фондов, их модернизация, они чрезвычайно актуальны для нашей области. Наш город действительно очень нуждается в партнерстве, очень нуждается в инвестициях. Городская программа предусматривает сегодня проектов на сумму более 70 миллиардов гривней, и мы очень надеемся, что сегодняшние встречи, сегодняшние выставки смогут лишний раз привлечь инвестора и дать возможность получить новый толчок к развитию экономики Донбасса и экономики города Донецка. Развитие промышленности сейчас происходит достаточно неровно во всем мире, однако бизнесмены знают, надо просто работать дальше, что, собственно, и делают предприниматели на этой выставке, где они встречаются, общаются и обмениваются опытом. Организаторы утверждают, что промышленная неделя – крупнейший форум 2011 года в Украине. На площади более 5000 квадратных метров разместились стенды 300 предприятий из 8 стран мира – Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, России, Украины, Чехии и Швеции. Впрочем, на выставке представлены не только фирмы и предприятия. Особый интерес вызвал стенд города Донецка. Он посвящен решению проблем энергосбережения в мегаполисе. На этих стендах представлены те разделы, которыми город занимается, и которые внедрены, и за которые мы отчитываемся за проделанной работой за эти три года. Можно сказать, что только за прошлый год было в результате внедрения различных энергосберегающих технологий сэкономлено более 42 миллионов гривен. Основное, конечно, внимание мы направляем на внедрение энергосбережающих различных проектов на объектах бюджетной сферы. Почему бюджетной? Потому что школы, больницы оплачиваются бюджетом города. То есть, в конечном итоге, это нами с вами, потому что мы, бюджет города, это наши взносы, это те поступления, которые город собирает. В этом году в Донецке планируется термомодернизация 20 объектов социальной сферы, 11 школ и детских садиков и 9 больниц. Мы делаем не просто термомодернизацию, это по существу одеть шубу на человека, он от этого может и согреется, но экономии не будет. Поэтому мы делаем это комплексно, мы ставим те узлы, которые позволяют регулировать подачу теплоносителей, а также воды, электричества, в то время, когда там нет учеников и нет людей. Дончане надеются найти на выставке партнеров, а может и инвесторов. В прошлом году предприятие «Участник выставки» безвозмездно предоставило городу два комплекта оборудования для регулировки подачи теплоносителя. Они уже установлены на социальных объектах Донецка. Безусловно, любая экономия, она требует затрат, и их нужно нести для того, чтобы потом эксплуатационные расходы компенсировать, все на эксплуатационных расходах. Поэтому такая задача перед этой выставкой стоит в том числе и не только в промышленности, но и в социальной, в бюджетной, в коммунальной сфере. Тут представлены очень интересные проекты, которые при их разумном использовании даст очень хорошую и эффективную экономию, в том числе бюджетных средств. Экспозиция в первую очередь предназначена для специалистов и представителей заинтересованных структур, хотя организаторы утверждают, что много интересного для себя на выставке смогут найти и простые посетители. Руководители области и города, осмотрев стенды, уже сделали для себя определенные пометки. По-прежнему стоит задача оснащения предприятий в бюджетной сфере приборами учета. И не только бюджетных, а коммунальных предприятий. Коммунальных предприятий, но, я говорю, ближе мне бюджетная сфера, то есть это больницы, это школы, это... То есть в масштабах области достаточно большое количество. Мы сейчас узнали производственные мощности, узнали ориентировочно ценовую политику. То есть эта информация в том числе и для нас полезная. То есть сегодня мы уже можем сориентировать наших руководителей управления образования, здравоохранения на конкретных украинских производителей, которые выпускают реально сегодня конкретную сертифицированную продукцию. Интересную экспозицию также представила одно из украинских предприятий, занимающиеся изготовлением светофорных объектов. Уже сейчас планируется организовать не только закупку, но и окончательную сборку таких изделий в Донецкой области. А это новые рабочие места и новые недорогие светофоры на дорогах. Сергей Болдырев, Первый муниципальный. Продолжение следует...